Потому что нужно жить так, как будто этот родной человек никогда не изменится. Вот я имею в виду те, кого мы можем выбирать. Муж, супруг, друг. Ну, муж, друг, вот, жена, подруга. Потому что вы, если он все время будет таким, как сейчас, через год, через три, понятно, что у вас другие проблемы будут. Дети вырастут, там, вы выучитесь, вы станете самостоятельными, или, наоборот, он там сделает какую-то карьеру. Но характер будет тот же самый. Вот вы будете с ним жить? Вот если да, значит... Если думаете, что вы можете прожить с таким человеком, как он сейчас 10, 20, 30, 40 лет, и умереть счастливо в один день, значит, живите. Если понимаете, что если такое будет повторяться неделю, 3, 5, 10, пользуйтесь тем, что вы живете в обществе постмодернизма, и расходитесь. Я, конечно, не молча, вы можете это обсуждать, вы можете это говорить, вы можете это объяснять, вы можете что-то пробовать, но если человек совершенно обнаруживает неожиданные для вас черты, которых вы раньше не рассмотрели, или вы думали по ошибке своей, что он изменится, потому что он вас любит, и ваш любовь изменит его совершенно, не изменит. Будет все точно так же, как сейчас. Рассчитывать на то, что человек изменится, невежливо, потому что он взрослый, его переделывать уже не нужно. Ребенка не очень-то воспитаешь, потому что он тоже индивидуальность, а взрослого и подала, и себя не давать. И так корректировать нельзя? Нет. Нельзя. Значит, что происходит? Смотрите, да, когда вы составляете супружеский союз, или, ну, я буду говорить супружеский союз, имею в виду, там, будете ли вы там регистрировать свой брак, я не знаю, вы вместе. Каждая из нас, как в целом не один хороший парень, он сказал, я ведь не женился долгое время на своей девушке, потому что ее мечта детства – это красивая свадьба. Мечта детства – это красивая свадьба. Вот. А потом сначала не было возможности сделать красивую свадьбу, а потом уже и разойтись была пора, и вот так вот оно и получилось. Но суть в чем? Сначала мы мечтаем о очень красивой свадьбе, если мы женщины, а потом мы мечтаем о том, какая будет наша жизнь. И когда мы заполучаем человека, который, наконец, ну, необходимое условие для того, чтобы у нас была семья, мужчина, да, вот, что дальше происходит? Мы думаем, я мечтала, чтобы он был таким, поэтому он должен постараться. В моем доме должны быть вот такие занавески, поэтому он должен согласиться. Мой дом должен быть устроен так, потому что я об этом мечтала. Это один путь. Но вы идите сразу двумя путями. А другой путь состоит в том, что надо познакомиться с этим человеком поближе. А как он себе представляет дом? А как он представляет себе, какие должны быть занавески? А должны ли они там быть? А как должно быть это все устроено? А как он думает, должна быть ваша жизнь? И вы обсуждаете это, будьте открыты, вы лучше его узнаете, вы обогатитесь, вы что-то поймете, и вы измените свою мечту. Это нормальная. Идея же не в том, чтобы ваша мечта осуществилась, а чтобы вы были счастливы. Это разные вещи абсолютно. Некоторые люди думают, что это одно и то же. Если мои мечты осуществятся, я буду счастлива. Но я же могу и переделать какие-то свои мечты. И расширить их. Ну, понимаете, раньше вы мечтали, ну, не знаю, вот когда я росла, нельзя было ездить за границу. Максимум, чтобы мы могли мечтать, было проехать в пределах, там, страны. Вот. Но это же не значит, что теперь границы открылись, а я буду говорить, ну, зачем мне об этом мечтать? Я же в детстве об этом не мечтала. Это неправильная будет мечта. Она не сделает меня счастливой. Есть и другие люди, которые думают, что если они все делают, как хочется, правая половина, то всем их осталось лучше. А получается, что никому не хочется. Поэтому вы препятствуете критике. Поэтому всегда выбираете, вы правы или счастливы. И правота – это притянуть всех к своей карте. Счастье – это сделать так, чтобы людям рядом с вами было хорошо. И от того, что им хорошо, вам хорошо. А от того, что вам хорошо, им хорошо. И если им бывает от чего-то хорошо, и это не разрушает ваших жизненных оснований, не потрясает ваши ценности, не обворовывает вас, не ограничивает вас в принципиальных каких-то вещах, значит, вы это просто принимаете и наслаждаетесь тем, чтобы сделали ему царский подарок. А он, естественно, вам. Там все время это происходит. Где-то вы создаете общую реальность. Так.